Друзья, всем привет! С вами Каксидоробзи и мы продолжаем играть в симулятор питомцев 2 в роблоксе. Буквально несколько часов назад вышло обновление и мы с вами обязаны затестить, что в игре поменялось за неделю, стала ли она интереснее и стоит ли вообще в неё играть. И кстати, друзья, осталось буквально 40 тысяч подписчиков до полтора миллиона. Давайте сделаем эту цифру как можно быстрее. Поэтому прямо сейчас, за 3 секунды, ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Готовы? Раз, два, три. Приятного просмотра! Буквально недавно я только проснулся, протёр свои глаза, такой сажусь за комп и вижу, вышло обновление. Окей, то, что я знаю, я могу вам прочитать. Вышел новый мир, в котором я прямо сейчас нахожусь. И да, ребята, он снова за донат. Появилось 7 новых питомцев, золотые питомцы, появились бесплатный вип-дроп. Это хорошо, это офигенно, разработчики молодцы, что это сделали. Они исправили свои некоторые ошибки. И мультиудаление питомцев, как я и говорил, что появится в скором вдавлении. Почему бы не ввести его сразу на старте игры? В общем, есть мультиудаление, можно выбирать и сразу удалять несколько питомцев. То есть, то, что мы с вами ждали. И теперь по поводу вип-очки. Смотрите, у нас, получается, в геймпассах появился вот такой вот билетик, называется вип-билет. Когда вы фармите 8000 коинов, 8000 кучек, открываете 400 яиц и пробудете в игре 32 часа, у вас появляется обилочка, которая дает вам с определенным шансом выбивать, допустим, из монеток, из монеток выбивать шанс получения вип-ки на определенное время. Это прикольно. Это разработчики, конечно, молодцы, что придумали. Не знаю, насколько часто будет падать все это дело, но, возможно, и мы с вами что-то выбьем. Хотя у меня вип-ка бесконечная, может быть, мне не будет падать. Ребят, напишите в комментариях, падали ли вам вип-ки, вот эти вот, которые написаны вот в этом геймпассике. Итак, что у нас поменялось еще? Новый мир. Ну, в принципе, я в нем сейчас нахожусь. Мир у нас называется Зимний, за 55-й уровень. Здесь у нас есть секретная локация, которую могу вам показать прямо-таки сразу. Ну, прямо на старте нужно зайти за вот этот вот домик, и там у нас сзади спрятана секретная локация. Вот в этом вот месте здесь проходим, и здесь просто у нас стоят большущие сундуки. Пройти небольшое обе, и там у нас тоже стоит большой сундук, кстати, который я уже зафармил заранее. И вон там валяется сколько там опыта? 13 тысяч опыта и примерно 30 тысяч монет. Также там геймпассики. Но я сейчас не могу получать геймпассики, потому что у меня миллион, это максимум, что можно в игре, и 10 миллионов монет. Также у нас появилось новое яйцо, я так понимаю, в нем 7 новых питомцев. И мы сейчас направимся с вами в первую локацию, посмотреть то, что самое главное у нас появилось. Вот эти питомчики у нас появились. Здесь мы сегодня их, конечно, с вами пооткрываем. Яйцо стоит у нас 78 тысяч. Так, а теперь садимся в пушку и отправляемся в первую локу. Здесь у нас появились новые золотые питомцы. Но сделана, кстати, это прикольная тема. Золотая машина, то есть машина для золотых питомцев. Мы с их питомцев можем делать золотых. Вот для чего нужны были гемы. Но здесь, смотрите, какой прикол. За одного питомца можно с шансом 13% сделать золотого, потратить 250 гемов. Если 2 питомца, 29%, 3,47%, 4,63%, 5 питомцев, 88%. Если 6 питомцев, 500 гемов и шанс, что он будет золотым, 100%. Окей, кстати, я разблокировал еще одну штукинцу. Теперь я могу носить 7 питомцев, плюс 1 питомец свипки. То есть я теперь могу надевать не 7, а 8 петов вот так вот. Все, смотрите, вот такой наборчик у меня. 8 питомцев, это нереально круто. Могу фармить еще быстрее. Не знаю, надо мне или нет, но мы с вами это узнаем. Так, смотрите, у меня есть питомцы. Я всех остальных удалил, только оставил вот этих вот 11-х. Ну что мы с вами делаем? Берем вот этих вот, допустим, я возьму 5 штук. Я рисковый парень. И за 425 гемов мы попытаемся с вами сделать что-то. И что? Отлично, отлично. Мы с вами сделали питомца 22-й силы. Неплохо. Золотой Дина. Золотой Дина. Где, кстати, он? Почему я его не вижу? А, потому что я его не одел. Ладненько, что мы делаем? Мы с вами будем рисковать. Не будем брать 6 питомцев. Будем делать по 5. По 5 петов и пытаться сделать всех золотыми. Ну, те, которые у меня есть. Так, эти вот мы тоже сделали. А здесь 4 питомца. А, мне нужно, чтобы я смог их делать, мне нужно их сначала снять. То есть их нельзя ничего с ними делать, пока ты их не снимешь. Да, без проблем, серьезно. Мы сейчас с вами их всех поснимаем. Все эти питомцы снимаем, снимаем, снимаем. Одеваем с вами 2 золотых динозавров. Остальных мы с вами реально сняли. Все. Все. Вот такие они красавчики становятся. Кстати, сделано реально прикольно. То есть именно вот золотые, они реально похожи на золото. На какие-то золотые слитки. Не просто желтый цвет, а золотые слитки. Так, 5 питомцев мы с вами взяли. Пытаемся снова. Я буду в шоке, если у нас будет летальная ошибка. То есть питомцы сгорают. Если вы сделали вот так вот, допустим. 63%. Нет, я все-таки сделаю 88%. Если вы сделали и питомцы ваши сгорели, вы ничего не получаете. Ни питомцы, ни обратно своих. Допустим, вот 29%. Я нажимаю. И что происходит? Да ладно. С двух питомцев 29%? Удача. Ладненько. Ладненько. Этого у меня сейчас 5 питомцев осталось. Все золотые, 23 силы. Это намного лучше, чем то, что у меня было. Получается, из 5 питомцев, видите, шанс нормальный. Да, ребят, у меня есть, конечно же, скейтборд, который получил я буквально на следующий день. Он, ну, в принципе, бесполезен в этой игре. На самом деле, им неудобно пользоваться, потому что ему легко упасть. Везде только можно. Итак, отправляемся на пляж. Пляж 20 уровня. Итак, новый мир и посмотрели. Новых питомцев мы с вами еще не посмотрели. Золотых мы с вами уже увидели. Что это такое? Бесплатный вип-дроп. Ну, я не знаю. Мы сейчас с вами протестим, что это такое. И мультиудаление питомцев. Ну, в общем, это с вами посмотрели. Ладно. Вот здесь, на больших дистанциях, неплохо пользоваться скейтбордом. Кстати, теперь локация третья стала бесплатной. Джунгли стали бесплатной. Для тех, кто не вип, теперь можно отправиться. Но, чтобы отправиться дальше, вам нужно заплатить вот в эту пушечку вип-доступом. Либо этот вип-доступ нужно выпить. Выбить. Выбить, боже мой. Интересно, с каким шансом он выбивается. Но сейчас я хочу просто потратить все свои деньги вот на это яичко. Интересно. Мне интересно, убрали ли фишку с мультиоткрыванием? Нет, с мультиоткрытием фишку не убрали. Можно все так же. Можно все так же открывать. Неплохо. Причем можно открывать что так. Подожди, что мне выпало? Мне выпало. Можно что так. А можно, короче, настроить кнопочку Е. Видите, там где кнопочка Е. То есть можно настроить и так, и так, допустим. Просто кликером, либо через Е нажатие. Видите, так вот даже проще. Просто кликером нажимаете и открываете мега-мега-мега быстро этих питомцев. Мы сейчас с вами откроем дофигища этих питомцев. Я должен потратить все свои деньги. Ну, в принципе, я думаю, 10 миллионов не проблема потратить в этом яйце. И, кстати, кстати, заметьте. Теперь у нас получается... Так, смотрите, я открываю дальше. Я открываю дальше. Открываются питомцы. Вот. Я ладно, сейчас потрачу все. Пашни, появились шансы на легендарных питомцев. Я это забыл вам показать изначально. Но теперь на легох есть шансы. И, возможно, теперь я запарюсь и выбью себе лего. Но это не факт. Но это не факт, ребята. Я, конечно, постараюсь. Но не факт, что выбью. Так, у меня уже 8 миллионов осталось. Я выбил пару арктических... Пару артик-фоксов. Фармник, кстати, будет еще быстрее теперь. Я не знаю. Вот, вот, серьезно. Вышло обновление. И чем теперь заниматься целую неделю? Вот сейчас, допустим, я буду фармить питомцев. Ну, только открывание... Открывать... Открытие питомцев. То есть, опять же, обновление прошло... Обновление вышло. И я не успел зайти в игру, как я его прошел. Потому что у меня уже было 10 миллионов. У меня миллион гемасов за это время. У меня сотый уровень. Тем самым, то есть, я зашел в игру. Я уже могу попать в последнюю локацию. И фармить сейчас особо мне не нужно. Ну, опять же, фармить 10 лямов. Открывать новых питомцев. Но это единственное, чем я могу заниматься. Смотрите, кстати, сколько я... Сколько я открываю, да? Неплохо. Потратил уже почти 6 миллионов. Я выбиваю. Но я, получается, самого редкого не выбил. Здесь есть самый редкий питомец. Это у нас снеговик с шансом 0.08. И мне интересно посмотреть, какие у него статы. Какие статы реально у этого снеговика. И можно ли его вообще выбить. С шансом 0.08. Ну, по идее, мы должны с вами были выбить за 10 миллионов. Но, опять же, с моим везением не факт. Не факт, что с моим везением возможно это все сделать. Остается миллион семьсот двадцать тысяч. Я сегодня буду фармить деньги дальше. Скорее всего, посмотрим, что из этого выйдет. Но пока я не увидел, чтобы я хотя бы одного снеговика выбил. Потому что, возможно, я пропустил этот момент. У меня слишком быстро открываются питомцы. И все. Деньги у меня закончились. Что-то мы наоткрывали, наоткрывали. Смотрим, что мы тут навыбивали. Итак, самое крутое, что мы выбили. Это арктическая лисица. С тринадцатой силой. Неплохо с тринадцатой силой. Здесь пингвинчики с двенадцатой силой. То есть, в принципе, из прошлой локации максимальное, что можно было выбить, это одиннадцатую силу. Здесь самые слабые, это десятый. Максимальная тринадцатая. То есть, я не выбил. Я не выбил питомца даже с шансом 0,5%. Даже с шансом 0,5 я не выбил. Это вообще нормально? С шансом 0,5 не выбить питомца. Кстати, смотрите. Видите? Вот, появился шанс. 0,1. То есть, здесь, в принципе, реально выбить. Вот этого енота я выбивал не раз. Здесь у нас 0,1. Интересно, в других локациях, какие шансы у нас на питомца? Просто мне интересно посмотреть, чего они сделали с шансами. Блин, а почему я не выбил ни одного питомца с полпроцентным шансом? То есть, неужели я так мало петов открыл? Блин. Я не знаю. И, кстати, стоит ли теперь открывать питомца в других локациях, либо стоит только в последней парице открывать? Вот это мне тоже интересно. Смотрите, здесь у нас шансы 0,07. На этого дракончика появились шансы. До этого был просто восклицательный знак. И мы, вопросители знаки, мы не знали, что там нужно делать с этим питомцем, сколько нужно открывать, закрывать и все остальное. Так, смотрим. Локация третья. Это у нас третья локация, которая была последняя в прошлом обновлении. Смотрим, что здесь. Вот этот лунтик трехголовый. 0,07. Здесь, опять же, неизвестно. Возможно, он еще не падает, скорее всего. Либо там невероятно маленькие шансы. Но 0,07. Интересно, раньше они были? Или они сейчас только написались? Я не знаю, как его выбить. Я здесь потратил, смотрите, сколько у меня. Я потратил здесь 115 миллионов. Ну, 100 миллионов здесь. И только что там примерно 10 потратил. 100 миллионов. И я не выбил никакого питомца из этих редких. Ну, вот такие у нас дела. Ладно. Мы отправляемся снова в первую локацию. У меня почему-то не срабатывает. Немного зависла игра. И пушка у меня не работала. Ладно. Садимся в пушку. Снова отправляемся в первую локацию. Для того, чтобы из всех моих питомцев я хочу сделать теперь золотых. Ну, почему бы и нет. Так, давайте я зайду вот сюда. Сниму вот этих вот моих морских котиков. Всяких медведиков. Вот у меня есть арктическая лисица. У нее сила 13. Какая сила будет, если, допустим, я возьму вот так одну лисицу. И... А их у меня не так уж и много. То есть я максимум могу вот так вот. Блин, но я хочу сделать. Получно, раз, два, три, четыре и пять. Шанса 88%. Посмотрим, что из этой лисицы получится. И... Отлично. Вышло 26 силы. Голден Артик Фокс. Так, мы с вами теперь берем пингвинчиков. Берем тоже. Если 6, это стопроцентный шанс. Но я рискую. Всегда буду убирать по 5 пингвинчиков. У нас тоже все удачно. Никто не сомневался. Берем снова 5 пингвинчиков. Хотя можем и 6, в принципе. Потому что у нас их и так слишком много. Мы сейчас с вами переработаем их в золотых. Есть у нас еще один золотой. А есть еще пингвинчики. А, у нас еще куча пингвинов, ребята. У нас еще просто дофигища пингвинов. Я буду делать по 5. Я должен сделать себе топовую команду. Примерно они будут 25 силы, если не ошибаюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 5 пингвинов еще взяли. Мне интересно, если я объединю пингвинов 11 силы, что произойдет с ними? Что будет с пингвинами, которые будут 11 силы? Вот я сейчас делаю. Мы сравним то, что мы с вами там понаделали золотого, скажем так. Давайте морских котиков сделаем себе вот так. Так, гемасиков у нас просто немеряное количество. Миллион гемов. Их тратить просто бесконечно можно, эти гемы. Так, смотрите, 11 силы вот эти морские котики. Будут ли они лучше, чем те драконы, которые я уже понавыбивал, скажем так, с прошлой локации? Смотрим, что мы с вами там наделали. Итак, у нас есть вот такой питомец 26 силы, 24 золотой пингвин, 24 пингвин. Драконы у нас 22, 22, 22 убираем. В любом случае драконов мы сам убираем. Эти 24 силы. Ну, неплохо. Получается морской котик 22, все пингвины 24. Не важно, каким он был. То есть, не важно, каким он был, 11 или 12, он все равно получается 24. Я понял, я понял. То есть, мы с вами если берем пингвина, объединяем вот так вот. У нас получится 24 пингвин, что ли? Подожди, нужно проверим. Берем 11 пингвинов. Окей, заходим вот сюда и... Нет, подожди, у нас... Подожди, а где он делся? 24 пингвин, 22 котик, 20... Да, в любом случае, в любом случае мы получаем 24 пингвина. Давай еще немножко пингвинчика мы с вами бабахнем. У нас их 11 сил очень много. Мы открывали же яиц кучу. Так, у нас все удачно. Да, и снова 24 пингвин. Все, у нас получится один питомец 26, все остальные 26 силы. А теперь другие нам питомцы просто-напросто не нужны. Мы что делаем? Мы с вами заходим вот так вот и выделяем всех питомцев. А можно было так вот как-то, знаете, как Windows берешь, сразу и выделяешь. Придется так по одному делитать, делитать. Но слушайте, в любом случае это лучше, чем удалять руками. Руками каждого питомца. Это было просто очень-очень-очень жесткая тема. Я задолбался. Наконец-то можно будет удалять мультиудалением. Но это должны были вести еще в начале. Сейчас это, конечно, хорошо, но это ожидалось в самом начале. Так. Я всех этих друзей мелочных вот этих всех удаляю, удаляю. Потому что они, в принципе, не нужны. И даже вот эти 22 мне, в принципе, тоже не нужны. Все. Я все это дело удалил. У меня остается 8 питомцев. 8 золотых петов. Они нереально теперь мощные. В два раза мощнее, чем те, что у меня были. И на этом я заканчиваю серию. Ребят, напишите свое мнение про эту игру. Как вы думаете, что ли дальше развиваться? Я хочу теперь, знаете, что сделать? Раз появились шансы на выпадение Лег, я хочу попытаться выбить Легу. Ну, а там посмотрим. На этом все, друзья. С вами был Каакси Доробзи. Хорошего настроения и всем пакетом. Субтитры сделал DimaTorzok